И вот сейчас хотелось бы услышать, вы уже достаточно остыли с того момента, когда проиграли матч. Все-таки как вот вы расцениваете ваше крупное поражение в матче Реванши? Ну, я, пожалуй, не только остыл, я уж скорее подмерз немножко с того времени, так сказать, если соблюдать хронологическую версию. Ну, а кроме того, это моё поражение было не совсем первым и, слава богу, далеко не последним. Что же касается причин моего поражения против Михаила Моисеевича Ботвинника, ну, на эту тему очень много писали. Мне тоже было неудобно, я тоже занимался журналистикой. И вот я тоже нашёл две причины очень, насколько они серьёзные, судить вам, две серьёзных очень причины, которые явились источником, что ли, моего поражения. Ну, первая такая, мой тренер, заслуженный тренер СССР, Александр Нартович Коблинц, он не только шахматный мастер, большой знаток шахмат, психолог, мой очень хороший друг, но он ещё по совместительству певец. Занимался бельканто Виталий, у него лирический тенор, да, в отличие от Смыслова. И вот во время первого матча всегда, так сказать, там перед каждой партией, мы сидели в гостинице «Москва» в номере, и он пел неаполитанские песни, арии из итальянских опер, в общем, пел очень красиво, а этажом ниже жил Ботвинник, так сказать, всё слышал. Не знаю уж почему, но к матчу реваншу Ботвинник переехал домой. Поэтому этот психологический заряд оказался холостым. Это первая причина моего поражения. Есть и вторая причина поражения. Ну, понимаете, я проиграл там три партии подряд в середине матча, а затем, наконец, нет, это было раньше, я проиграл седьмую партию, и, наконец, нашёл карандаш. Удачный карандаш. Вы не представляете, что такое для шахматиста удачный карандаш. И вот мне удалось после этого выиграть одну партию подряд. Я был совершенно убеждён в том, что перелом в матче не за горами. Но, к сожалению, после этого я заболел. Самый обыкновенный грипп, имевший необычайно тяжёлые последствия. Дело в том, что, когда я пришёл на следующую партию, этого карандаша не оказалось. Неизвестный. Ясно, что поклонник Михаила Моисеевича унёс этот карандаш. Ну, и вы сами понимаете, что доигрывать матч я уже был не в состоянии. Совершенно ясно. Ну, вот, насколько сказать, это мои версии. Пожалуй, полностью объясняющие истоки моего поражения. Ну, а если говорить серьёзно, то, вы знаете, просто все или подавляющее большинство претензии по поводу неблагоприятного для нас с вами итога матча 1961 года нужно адресовать Михаилу Моисеевичу Ботвиннику. Он настолько великолепно подготовился к матчу. Он настолько, так сказать, трансформировал свою манеру игры. Вот к этой трансформации, к новому, по существу новому Ботвиннику, который был моим соперником в 1961 году. Хотя и в 1960 году он прекрасно играл. Я оказался абсолютно неподготовленный. Просто я проиграл матч 1961 года, потому что Ботвинник играл сильнее, и он выиграл этот матч. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...